Майнкрафт Java Edition это самое популярное издание Майнкрафт, которое вышло на ПК с Windows, MacOS, Linux. Но почему же сейчас самое популярное издание в игре может в скором времени умереть? Начнем с того, что это издание является самым первым изданием Майнкрафт. Именно в этом издании началась история Майнкрафта, где вышла первая альфа-версия, где был мир из куба, который состоял из травы и булыжников до сегодняшней версии 1.19.2. Раньше издание Java Edition называлось просто Майнкрафт, без всяких приписок. Но этот Майнкрафт добавил приписку из-за того, что вышло обновление Better Together, то есть Вместе Веселее. Для Windows 10 эксклюзивно вышло новое издание Minecraft for Windows 10, которое в 2015 выходил в бета-версию, а потом, когда вышел в релиз, поменял название на просто Майнкрафт. И да, изменение названия характерно для мобильных устройств и для консольных версий. Раньше они назывались Майнкрафт Покет Эдишн, Плейстейшн Эдишн, Иксбокс Эдишн и Нинтендо Свитч Эдишн. Вообще, полное название этого издания, которое объединило данные платформы, называется Майнкрафт Бэдрэк Эдишн. И в итоге так вышло, что теперь на компьютерах с виду существуют две игры. К слову, недавно было сделано так, что при покупке какой-либо версии на ПК, вторая игра входит в комплект и эти игры входят в один лаунчер игры. И все же мне кажется, что классический Майнкрафт через несколько лет уйдет на покой. И чтобы доказать свои догадки, перейдем к различиям и особенностям обеих версий. Майнкрафт Бэдрэк Эдишн написан на языке C++, а Майнкрафт Джава Эдишн написан на языке Джава. Язык C++ является более современным, нежели Джава. Этот язык программирования в разы оптимизированный для игр. Люди, которые играли в обе версии, поймут. Расскажу свою историю. У меня на ПК есть две игры и издание Бэдрэка идет в разы лучше Джавы. Настройки стоят детальные с прорисовкой 12 чанка и с максимальным сглаживанием. На Джаве стоят те же настройки. В итоге в Майнкрафт Бэдрэк Эдишн около 120 фпс и более, а Майнкрафт Джава Эдишн 60 фпс. С частыми просадками и фризами до 20 фпс в одиночной игре. Еще не могу не сказать про то, что с каждым новым глобальным обновлением, Джава версия требует больше мощностей, ведь она начинает лагать. Это можно проследить с версии 1.12 до 1.19. Сразу понятно, кто лидер в оптимизации. А еще можно заметить то, что Майнкрафт Бэдрэк Эдишн вышел лишь на Windows 10 и 11, а под более поздней версией Windows, Mac OS и Linux его попросту не существует. И на помощь приходит классический Майнкрафт. Обновления. Раньше обновления регулярные в полном объеме выходили на Джаве, а теперь же обновления раньше выходят на Бэдрэке, да и работают более стабильные и без лагов. Как пример нестабильности, можно привести пример с обновлением, где хотели добавить мешки. Но от них отказались на год из-за технических проблем на Джава версии. И только сейчас они снова появились в новых снапшотах. Мне также хочется отметить, что Джава версия как-то более живо играется на компьютере, чем Бэдрэк. Это я о чем? Вот никто не замечал поведение руки персонажа на Бэдрэке, а она при малейшем обзоре в любую сторону шатается, как пьяная. На Джаве же рука стоит более подвижной и приятнее двигается, когда нужно повернуться в какую-либо сторону. Также на Джаве нет проблем со звуком и ломанием блоков. Объясню всю ситуацию. Я входил в одиночную игру на Бэдрэке и в выживание. И когда я ломал какие-либо блоки или же просто ходил, то звуки были либо запоздалыми, либо же просто не воспроизводились. А иногда звук появлялся только в конце ломания блока. Также не могу не отметить то, что на Бэдрэке при ломании блока не всегда появляются текстуры разрушаемости. И это точно замечал не только я. А на Джаве таких проблем нету. Хочу уделить внимание серверам. На Бэдрэке изначально в игру уже вставлены 6 официальных серверов, где на 4-х играет свыше 1000 человек, а на некоторых сидит и по 15 тысяч. На Джаве нужно самому искать сервера. Самый популярный сервер тут это Хайпиксель. Вечером онлайн может превышать 35 тысяч игроков, а на других лицензионных серверах ситуация хуже. Обычно там сидит около 1000 человек вечером. Это такие сервера, как Кубкрафт и Майнплекс, которые раньше были очень популярны. Но их всех затмил Хайпиксель. Также не стоит забывать, что есть пиратские сервера, на которые могут войти люди как из лицензии, так и без. На нескольких таких серверах, название уже не помню, может сидеть по 2000 человек вечером. И не стоит забывать про мини-игр на серверах. Все же их больше на Джаве. Даже в Бэдварс лучше играть на Хайпикселе или же на Кубкрафте. Потому что на Бэдрэке единственный официальный сервер с Бэдварсом это Лайфбоут. И он не такой интересный, как на Джава серверах. Кстати, боевка между этими изданиями тоже отличается. На Джаве с версии 1.9, если наносить непрерывные удары, то урон будет мал. Нужно подождать, пока оружие поднимется и тогда наносить лишь удар. А на Бэдрэке сохранилась боевка с версии 1.8. Где нужно быстро кликать и тогда можно будет победить соперника. Ах да, функция второй руки лучше на Джаве. Ведь там можно положить в нее что угодно. А также можно бить и ставить блоки одновременно. А на Бэдрэке можно только взять карту, щит и стрелы. Еще на Бэдрэке нельзя использовать цифры для того, чтобы из инвентаря перетаскивать вещи на нужный слот. Когда на Джаве это дело работает как надо. Под конец хочу отметить то, что на Бэдрэке есть официальная поддержка геймпадов. И управлять геймпадом в этом издании игры не вызывает никаких проблем. А на Джаве есть только мод на такую поддержку. И даже с этим модом все работает не идеально. Но все же будем честны. Джава Майнкрафт создавался исключительно для игры на компьютере. Так что оно и понятно, почему здесь такого нету. Да, я все же думаю, что рано или поздно Джава Майнкрафт перестанет поддерживаться и все будут играть в Бэдрэк Майнкрафт. Подкрутить моды, совместимые с Джавой, добавить все команды и фишечки и все. Джава Майнкрафт отлетает в топку. В два раза меньше работы над новыми версиями. Ну а как думаете вы? А с вами был Кибик, еще не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok